Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хотела бы наконец испробовать свою силиконовую форму, испорченную, которая у меня была для стакана. Я говорила об этом в одном из прошлых видео, форма которой у меня не получилась. Она у меня имеет форму трапеции, и я хотела бы попробовать в нее что-нибудь залить. Что-нибудь я имею в плане рисунка, а так, конечно, будем использовать Artline Crystal Epoxy, эпоксидную смолу. Чернила алкогольные вот таких цветов, резинки для скрепления, пластиковый стаканчик и палочку. Как видите, я смолу уже замешала в необходимой пропорции, все по инструкции. Теперь нам необходимо скрепить нашу форму резинками для того, чтобы смола из нее не вытекала. Можно использовать для этого широкие резинки, но у меня есть только такие тонкие, поэтому я буду закреплять ими. Форму надо хорошенько соединить, чтобы все части совместились и ничего не выступало. Вот так. Я предпочитаю делать это покрепче, поскольку смола вещь такая, дырочку найдет всегда. Я извиняюсь за то, что она уже грязненькая, поскольку я работаю на веранде на открытом воздухе. Если будет кому-то интересна моя мастерская, я с удовольствием проведу по ней обзор. Теперь наливаем в нашу форму. Делать это нужно в перчатках, но мои перчатки пока еще до меня не доехали, поэтому я прошу прощения за это. И за звуки, которые на улице. Смолу залили. Если вам вдруг пришлось работать без перчаток, такая необходимость, допустим, появилась, а перчаток не оказалось под рукой, я вам очень рекомендую на участке кожи капелькой смолы проверить аллергические реакции, поскольку у некоторых людей на смолу есть аллергия. И это очень вещь неприятная. У меня аллергии нет, я уже проверяла таким образом, поэтому я спокойно использую смолу иногда без перчаток. Хотя, конечно, ощущение липкости очень неприятное. Теперь нужно поднять форму и посмотреть, нет ли где протечек, поскольку это очень важный момент, и наша смола может просто утечь. Теперь я беру газовую горелку, можно использовать строительный фен, либо спрей-корректор для удаления пузырьков. И слегка запускаю нашу форму, хотя, в принципе, она глубокая, но теплый воздух до тут дойдет, до низа. Теперь открываем чернилки. О, уже капнули. И капаем в нашу форму. Много капать слишком я не буду, поскольку я хочу получить еще ощущение прозрачности. Я думаю, достаточно. Даем нашим чернилам отдохнуть и нашей смоле до ее полного отверждения, то есть 18 часов. Но я рекомендую оставлять на более длительный срок, поскольку за 18 часов наша смола твердеет, но остается гибкой. Если мы оставляем на 24 часа и более, наша смола, естественно, становится тверже. И с каждым днем все тверже и тверже. Такое у нее свойство. Поэтому закрываем какой-нибудь крышечкой нашу форму, для того, чтобы вниз не попадала пыль. И насекомые, которые очень смолу эту полюбили у меня. Крышечка любая, лишь бы перекрыть приток насекомых. И оставляем на сутки. Прошли наши сутки. Давайте посмотрим, что получилось в нашей формочке. Посмотрев со всех сторон на форму, я вижу, что ничего не протекло. Меня это очень радует. То есть силикон соприкасается друг с дружкой очень плотно. Теперь просто раздвигаем. Ух ты! Слушайте, не знаю, что это, но мне это очень нравится. Смотрите, какая вещька. В принципе, похоже на подсвечник. Но учитывая, что это эпоксидная смола, подсвечим и использовать его не можем. Поскольку, если ставить такие икеевские варианты на донышко, воск очень сильно прогревается в смоле. И оставит след, и смолу расплавит, я так думаю. Вот они, места соединения. Они, конечно, не идеальны. Вот, посмотрите. Вот оно. И с другой стороны. Такое ощущение, что это склейка из пластика. Но выглядит классно. Можно это использовать для колец. Допустим, мы сейчас занимаемся с мужем стройкой. Строим дом вдвоем. И обручальные кольца можно очень повредить серьезно. Либо порвать, либо погнуть. Поэтому обручальные кольца, цепочки можно класть на ночь сюда, допустим. Ну, в принципе, применение можно придумать для такой вещицы. Если залить полную форму, можно получить довольно интересное изделие. Я буду еще экспериментировать с этой формой. Как оказывается, не такая уж она и испорченная. Поэтому будем пробовать. Мое видео было коротеньким, маленьким. Но, надеюсь, не менее полезным. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Рекомендуйте видео к просмотру своим друзьям. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok